Цветок гибискус, что за растение, описание как вырастить. Растение гибискус давно покорило весь мир своей красотой и изяществом. Родом оно из Индии и Китая, но распространилось по всему миру и особенно хорошо прижилось в местах с теплым, благоприятным климатом. В тропиках, в Средиземноморье, в Северной Африке, Азии и Ближнем Востоке. Некоторые виды приспособились к более суровым климатическим условиям и распространились по территории России как декоративные комнатные и уличные растения. Что такое гибискус? Чтобы хорошо разобраться в характеристиках растения приступить к его выращиванию, стоит узнать все о гибискусе, особенностях ухода, размножении, разновидностях. Род гибискус относится к семейству мальвовых. В России он известен больше как китайская роза. Существует около 300 видов этого растения, а сколько сортов, точно неизвестно. И со временем это количество только увеличивается. Несмотря на то, что с цветами гибискуса связано множество суеверий, его часто называют цветком смерти, предостерегают от разведения. В домашних условиях популярность растения только растет. То, как выглядит гибискус, покоряет любителей красоты. Его полезное влияние на атмосферу в доме доказано уже давно. Гибискус – описание растений, разнообразие и красота культуры поражает. Сочетание цветов и оттенков в различных комбинациях – красивая и необыкновенная форма цветков, изящная листва. Гибискус – цветок простой формы, сложенный из пяти лепестков, а может создавать сложные махрововые соцветия с сочетанием два и более окрасок. Размеры соцветий тоже разные – от пяти до тридцати сантиметров в восточной долготеаметре. По своей природе гибискус – это цветущий кустарник или небольшое дерево. Он может быть однолетним и многолетним, вечно зеленым и листопадным комнатным и растущим на улице, домашним и дикорастущим. В основном это растение теплолюбивое, но уже существуют зимостойкие сорта, которые способны расти и цвести в российских широтах. Основные сорта гибискус и их особенности Существует несколько классификаций и разновидностей растения. Одна из них выделяет три основных вида гибискуса по его форме – травянистый гибискус. Травянистый является результатом склещивания розового, красного и астролистного гибискуса. Это многолетний, который растет в форме куста. Выделяется крупными прямо стоячими ветками, большими листами и цветами до 40 см различной цветовой окраски – белой, красной, розовой, бордовой. За один сезон вырастает до трех метров. Период цветения долгий – со второй половины лета до конца осени. Особенно травянистый гибискус уличный выделяется тем, что каждый год его погоны могут сохнуть, а весной он способен пускать новые. Кроме того, его корневая система довольно крепкая и при качественном окучивании может выдерживать мороз до минус 30 градусов с кустарниковым. Многолетние растения в форме куста. В отличие от травянистого гибискуса этот вид листоподный и растет медленно. Обильно цветет весь сезон. Цветы красивые, разноцветные, среднего размера до 20 см. Особенностью цветков многих сортов является вытянутый пистик и пышная тычинка. Вырастает гибискус в среднем до трех метров, в некоторых случаях высота достигает 5 метров. При желании с помощью обрезки можно сформировать красивое деревце или куст нужной формы. Растение любит солнечный свет, тихие укромные места. Обратите внимание, благодаря правильному уходу садовый гибискус может расти и цвести около 20 лет. Первые цветки на кусте появляются на 3-4 году после посадки. Древовидное одноствольное деревце, способное достигать 6 метров высоты. Характеризуется неприхотливостью в уходе, хорошей зимостойкостью, обильным и долгим цветением. Листья ярко-зеленые, большие. Цветки некрупные, до 12 см диаметром, соцветия простые или махровые, разноцветные. Цветение начинается через 2-3 года после посадки. Дерево начинает формировать ветки на высоте полуметра. Для создания красивой кроны рекомендуется прищепывание погонов, регулярная обрезка веток. Еще специалисты выделяют несколько сортовых гибискусов в зависимости от страны происхождения и основных свойств суданская роза или розалия. Разновидность индийского происхождения популярна на тропических островах. Является основой для производства известного чайка РКД. Китайская роза или гибискус китайский. Комнатное многолетнее растение, распространенное на территории России. Вечно зеленый кустарник высотой до 4 метров. Цветы яркие средних размеров, листы вытянутые, глянцевые, слегка липкие. Цветение продолжается практически круглый год. Китайская роза сирийский многолетний листопадный кустарник. Приспособлен для выращивания в открытом грунте. Зимостолький. Хорошо адаптирован к условиям средней полосы. Коноплевый кенов. Растет в тропиках. Используется в текстильной промышленности. Болотный мускусный. Происхождение русла Миссисипи. Пользуется особой любовью садовников в эреф благодаря огромным ярким цветкам и хорошим сочетаниям с другими культурами. Северный тройчатый. Травянистое дикорастущее растение, распространенное в Азии и Средиземноморье. Самые популярные сорта гибискуса – красный гавайский. Выделяется крупными красными цветами с пяти улепестками. Желтый растопыренный, родом из Австралии, вечно зеленый кустарник. Цветки желтого цвета с малиновой серединой. Розовый сверкающий, вечно зеленое растение кустарникового типа. Цветы крупные, нежно-розовые с малиновой серединой и волнистыми кончиками. Высокий, вечно зеленое дерево крупных размеров. Цветовая гамма цветков варьируется от светло-желтого до насыщенного оранжевого, почти красного оттенка. Гибискус бамия – съедобный. Многолетняя травянистая культура. Характеризуется большими нежными цветками кремового, бежевого оттенков. Согласно названию, у основания формируются съедобные плоды. Кайли – многолетнее древовидное растение с Гавайи. Выделяется красивыми красными цветами и глянцевыми листками. Арнотти – крупный теплолюбивый кустарник, особенностью которого являются белоснежные цветки с красным основанием и приятным ароматом. Самыми популярными в России представителями домашних цветков гибискусо считают разновидности китайской розы уличных растений – сирийские и болотные. Важно! Известные сорта китайской розы – Snow Sky, Allure, Темная ночь, Tivoli, Carmenkin. Сорта сирийской розы – Ardenos, Blue Satin. Размножение и выращивание. Размножаться культура может двумя основными способами – черенками и семенами. На первый взгляд непонятно, как вырастить гибискусо семян в домашних условиях. Сложно найти качественный посадочный материал. На помощь приходят специальные магазины, имеющие официальные сайты. Покупки таким способом более надежные, кроме того, можно заказать доставку почты. Важно! Размножать растения таким способом лучше всего ранней весной. Тогда в мае его уже можно высаживать на улицу. Имея хорошие семена, следует подготовить почву. В горшечке насыпается смесь грунта – дерновая земля с песком и перфом. Почва хорошо увлажняется, высеваются зерна. Сколько семян сеять в одну емкость зависит от ее размеров. В основном, 3-5 штата вполне достаточно. Они аккуратно прикрываются землей, слегка утрамбовываются, накрываются пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. После всходов первых ростков пленка снимается, емкости переносятся на солнечное теплое место. Немного проще метод черенкования. Черенки выбираются с верхней части побегов, они должны иметь хотя бы два междоузлия. Веточки помещаются в воду, можно с добавлением нескольких капель активатора роста. Сажаются так, чтобы нижний узелок был плотно прикрыт землей. Потом хорошо поливается и прикрывается стеклянной банкой. С появлением новых листиков тара снимается. Обратите внимание, для посадки выбирается теплое солнечное место с легкими песчаными грунтами, не склонными к переувлажнению. Уход заключается в своевременном поливе, подкормке и формировании кроны. Если растение начинает вянуть и сохнуть, его стоит полить. При этом следует помнить, что переувлажнение тоже может навредить. Важно! Часто лепестки могут засохнуть из-за нехватки удобрения. Для этого используют весну азотное удобрение, осенью калийные. Полезные свойства культуры. Кроме своей красоты, гибискус известен во всем мире полезными свойствами. Он широко используется в кулинарии, фармакологии, косметологии. Всем известный чай каркаде – за освежающий и полезный напиток из цветков суданской розы. В них содержатся аминокислоты, органические кислоты, пектин, флавоноиды, онтоцианы. В пищу также используются листья и плоды гибискуса, так как они достаточно калорийные и богаты на белки и углеводы. Употребление гибискуса хорошо укрепляет иммунитет, выводит токсины, тонизирует положительно, влияет на работу сердечно-сосудистой системы, нормализирует артериальное давление. За счет таких характеристик становится понятно, почему это растение так ценится. Важно! Среди противопоказаний к употреблению выделяется индивидуальная непереносимость, желчегонный эффект, мочекаменная болезнь. В косметологии на основе гибискуса изготавливаются кремы краски для волос, болезни и вредители. Гибискус достаточно стойкий к заболеваниям и вредителям. Но при неподходящих условиях выращивания или неправильном уходе риск поражения растения повышается. Основные факторы провоцирующие заболевание цветка – недостаточный полив, сухое помещение, прямой солнечный свет, сквозняки, запыленность, переувлажнение, затененность, переизбыток удобрения, несвоевременная пересадка. Вредители гибискуса Самые распространенные болезни гибискуса Солнечный ожог Рекомендуется переставить растения в более подходящее место. Инфекционный хлороз Лечится удобрением хилатом железа Неинфекционный хлороз Помогает тщательная промывка листов и ствола Сосудистое увядание Обрабатывается противогрибковыми средствами, например, эпином, цирконом. Вредители, угрожающие гибискусу толя Применяется аннобизин, фитовер и эмдецис Щитовка Обрабатывается инсектицидами Белокрылка Используется препарат Актара Искра Паутинный клещ Обрабатывается фитовермом молнии Гибискус Настоящая находка для садовников Благодаря необычайно красивым цветам он может стать украшением любого дома Культура очень широко используется в ландшафтном дизайне, становясь изюминкой бордюров и клумб парков и озер При правильном подборе сорта и приложении некоторых усилий гибискус будет радовать глаз долгое время Кроме того уже выведены новые сорта, цветки которых могут цвести больше одного дня Это является залогом неугасающей популярности данной культуры 0.0 в от артикле ратинг